Индекс Мосбиржи. На мой взгляд, здесь возможно два варианта событий. Первый это повторение событий при пробое зоны 2839, то есть у нас была небольшая проторговка, затем откат вниз и продолжение движения наверх. Сейчас, как мы видим, примерно такая же ситуация повторяется. То есть небольшая проторговка, откат вниз и возможно пойдет движение наверх. Второй вариант, на мой взгляд, более вероятный, это продолжение боковика в таком диапазоне 3300-3000. Примерно где-то до конца середины ноября, начала декабря. А далее, скорее всего, будет новогоднее ралли. Белуга. Глобально бумага находится в восходящем тренде, однако локально с августа идет консолидация в диапазоне 5500-6000. Такой боковичок. Это неплохо, ведь мы помним тезис, что чем дольше длится боковик, тем сильнее будет движение при выходе из него. Единственное, осталось дождаться только этот выход. Цель движения вверх у нас будет обновление хая 2021 года, это зона 6800. Цель движения вниз, это ретест боковика 4705 тысяч с промежуточным уровнем 4836. Вот. О том, как входить в бумагу и какой будет уровень для ретеста, сообщу после пробоя одной из обозначенных границ. Луквейл. Напомню, что здесь мы входили по паттерну, то есть на ретесте промежуточного уровня 5000 с целью к зоне 7500. То есть, как видно, тут идея полностью отыграна. Мы взяли около 45% профита. Так что все, теперь ждем повторения нового паттерна возле этой границы. Вот. Новую точку входа можно будет искать по трем сценариям. Первый, долгосрочный, это дождаться ретеста в диапазон 6200-6100. Вот. Стоп в этом случае будет около 4,5-5%. Да, ребята, это кажется как-то невероятным, невозможным, но я думаю, что такими тезисами на рынке оперировать не стоит. То есть, все возможно и все вероятно. Среднесрочный ретест, это, вернее, среднесрочная идея, это ретест диапазон 6800-6700. Вот. Стоп в этом случае у нас будет около 2,5-3%. И, как я уже сказал, спекулятивная такая идея будет, это дождаться новой проторговки под зоной 7500. Затем импульсный выход наверх, ретест, и можно будет искать точку входа. В принципе, как мы входили и на ретесте уровня 5000. Русолова 23 августа в нашем телеграм-канале давал идею в лонг по этой бумаге в рубрике «На прицеле». Там ссылки, посмотрите, пожалуйста, в описании. Вот, смотрите, в тот момент бумага была на ретесте как раз после пробоя зоны 82-84 на ретесте к промежуточному уровню 80-84. После чего, да, после сигнала, через несколько дней бумага улетела более чем на 130% наверх. Хотя в тот момент, да, по фундаменталу, если опираться на него, все вертели у виска и говорили, куда она может пойти. Ну, вот, собственно говоря, она исходила. Что делать сейчас? Ничего. Идея полностью отыграна, а новую формацию придется подождать. Еще такой момент, что вот такой вход – это принцип торговли бумаг третьего, то есть эшелона. Заходим заранее с небольшим стопом, выставляем лимитки частями на закрытие позиции. То есть, да, мы примерно смотрим, до каких уровней может долететь цена. То есть, тут ближайшие были – это зона 95-96, затем 1-22. То есть, там и были лимитки на закрытие. Никто не думал, не гадал, что она так еще выше может вылететь. То есть, мы берем вот этот выстрел, да, то, что нам дают, и выходим, и забываем про бумагу. Почему? Потому что впоследствии, да, она уходит вот в такой коматозный сон, и ее мотает то туда, то сюда. То есть, здесь новых каких-то идей, нового обоснования, новой точки входа нет и не появляется. Да, сразу скажу, что это не всегда срабатывает, но здесь самое главное – заметить поджатие к уровню. Сейчас покажу вам, что я имею в виду. Смотрите, у нас был вот такой здоровенный боковик в диапазоне 69-12, 82-84. И вот мы поджимаемся к этому уровню. Здесь начинаются какие-то трения, скажем так. Мы видим, что есть попытки выйти выше, заранее заходим, стоп здесь небольшой был, и цена после этого улетает. То есть, у нас здесь стоп 4-5%, при этом потенциал движения, да, ну, так как это третий эшелон, там можно минимум брать 20-30%. Такие идеи, ну, как бы отработались в Абрау-Дюрсо и Руснефть. То есть, вот если посмотреть графики, примерно там все похоже. Самолет. Ранее я говорил о том, что бумага готовится к дальнейшему движению наверх, и все, что нужно, это дождаться хорошего пробоя зоны 3900. То есть, вот мы отдыхали в этом диапазоне и ждали, когда будет пробой. У нас здесь была небольшая консолидация, вот он выход, и пошел ретест. Паттерн у нас сложился, теперь ждем ретест к уровню 3800. Вот, однако, я не совсем уверен, что он может выдержать, да, поэтому добавил еще один, это 3648. То есть, мы можем взять вот такой примерно, ребят, я рисую примерно, вот такой диапазон для входа. То есть, здесь заходим лесенкой с усреднением, со стопом под локальный лой. Цели движения какие у нас? Это первая зона 4640, а затем 5800. То есть, потенциал движения около 18-50%. ВТБ. Выход из диапазона 2920 и 24145 прошел на вот таком сильном импульсе, да, без каких-либо проторговок и без ретеста, соответственно. Поэтому жду его к уровню 23275, там и будем принимать решение. То есть, заранее заявки на покупку ставить не стоит. Для начала необходимо посмотреть реакцию цены на этот уровень и только потом принимать какие-то решения. Что значит реакцию, да, на уровень? То есть, когда цена до него дойдет, смотрим. Если она успокаивается, да, и уходит в какой-то боковичок, вот от этого боковичка мы и будем принимать решение, стоит ли сюда входить или нет. Причем здесь можно от него будет работать как в шорт, то есть импульсный выход наверх, ретест и можно входить в шорт. Так и в лонг, то есть импульс наверх, ретест и входим в лонг. Единственное различие, да, это цели движения, какие здесь будут. Норникель. Есть хороший выход из диапазона 15800-17200. А вот он импульс пошел. Однако на ретесте не вижу, от чего можно было бы оттолкнуться, кроме боковичка 16000, 16000 ровно, 16300, да. Кстати, вот от этого боковика мы заходили в лонг на вот этом вот ретесте. Это с теми, кто приходит на вебинары. То есть у нас там есть табличка с актуальными бумагами, которые могут выстроить в ближайшее время. И вот по этой табличке мы заходили в норникель. Что делать сейчас? Пока я бы ничего не делал. Да, здесь возможна реакция на зону 17200-2030, но вот такие вот наклонные боковики, да, они часто заканчиваются таким сильным прострелом, обвалом вниз. Поэтому здесь я бы не рискнул заходить. Второй вариант, да, можно подождать, когда здесь образуется новая проторговка. У этого диапазона. И точно так же на импульсе, выходе наверх, на ретесте можно будет искать точку входа. То есть самое главное не спешить. Почему мы ждем, да, вот такой формации? Потому что под вот этот боковик мы можем выставить наш стоп. При этом мы присоединяемся к движению по определенному направлению, а не в боковике. М-видео. Несмотря на грустный фундаментал и, как следствие, да, вот такое сильное падение от уровня 230, мой полугодовой лонг от уровня 180 все еще держится. То есть идея какая была? Вот здесь проторговка под зоной 184. Выход наверх. Ретест. И я, собственно говоря, по стратегии заходил в лонг. Ну, конечно, на вот таком движении у меня по плану было закрытие части позиции. Поэтому если даже сейчас отстопит, у меня там будет стоп, убыток, вернее, минимальный. Все ли так плохо с бумагой? Нет. Пока мы держимся над уровнем 178, все не так плохо. Сейчас мы как раз находимся в зоне покупок 185-198. Вот. Если движение вверх продолжится, то для того, чтобы к нему присоединиться, нужно подождать проторговку под уровнем 198. И, как я уже говорил, да, по нашему паттерну. Выход наверх, на ретесте ищем точку входа и, собственно говоря, присоединяемся к движению. Цели движения какие будут? Это зона 210, уровень 220 и затем обновление ближайшего такого локального хая на уровне 230. Вот. О подтверждении смены восходящего тренда на нисходящий, именно подтверждении, я бы говорил после выхода и закрепления ниже уровня 178. Сбер. Здесь было несколько идей и все они пока отрабатываются хорошо. То есть, первая идея это у нас среднесрочная, где мы работаем рабочим объемом. Это входить в позицию ниже уровня 258. То есть, выкупать все, что ниже уровня 258. Почему? Что за идея? То есть, у нас была зона 250. Мы видим хороший импульсный выход наверх и плавное такое снижение вниз на ретест к промежуточному уровню 246. Отсюда идея выкупать все, что ниже уровня 258. Как и почему, это я объяснял отдельно. Вот. Как видно, идея пока работает. Все нормально. Первая цель движения у нас это зона 283 достигнута. Тут часть позиции уже можно прикрыть. Вторая идея. Это спекулятивно. Их было несколько. Это вход на ретесте вот этих вот маленьких боковичков. То есть, была небольшая проторговка. Выход ретест. Здесь можно было входить. Видим новую проторговку. Точно так же. Выход ретест. Можно входить. И вот, кстати, почему мы ставим стоп немножко ниже до локального лоя. Потому что вот такими шпильками все стопы выбиваются, если их ставить немножко выше. И опять же, вот эти все идеи отработаны, были на вебинарах, были в таблице. Так что все желающие могли воспользоваться. Следующая цель движения после зоны 283 – это зона 330. То есть, потенциал движения от нашей точки входа – это 12-30%. Газпром. Из обзора в обзор. Из вебинара в вебинар. Из вот такого видеообзора в видеообзор я говорю одно и то же. Газпром, русал – это мертвые бумаги. Не стоит сюда лезть. Здесь ничего нет. То есть, смотрите, мы уже год ходим в диапазоне 150-185. Никаких подвижек, да, то есть, никакого трендового движения здесь нет. Да, можно вот эти вот расстояния брать. Но как вы сюда войдете? На каком основании? Просто с верой в то, что мы оттолкнемся. А кто вам сказал, что мы здесь ниже не пойдем, да, если вы в лонг войдете? Кто вам не сказал, что мы здесь пойдем выше, если вы здесь войдете в лонг? То есть, пока мы не выйдем из вот этого диапазона, в Газпроме делать нечего. А когда мы из него выйдем, мы это увидим, когда цена подойдет к одной из обозначенных границ. То есть, здесь будет проторговка. Тогда мы начинаем следить за бумагой. Когда происходит импульс, нам показывают, что дорога свободна. А когда идет ретест, на ретесте мы узнаем, действительно так или нет. И вот, кстати, как различить ложный пробой от истинного, так же я рассказываю на вебинарах. По САГРА. Несмотря на такое сильное падение от уровня 7900, бумага все еще находится в рамках восходящего тренда. О подтверждении смены восходящего тренда на нисходящий я бы говорил после выхода ниже зоны уровня 6200. Вот. Стоит ли покупать бумагу на текущих уровнях? Все предпосылки для этого есть. Смотрите, под зоной 7000 у нас образовалась относительно хорошая проторговка. Да, она такая разряженная, широкая, но это проторговка. Вот. Все, что осталось, это, как я уже говорил, да, дождаться хорошего импульсного выхода наверх. И на ретесте можно будет искать точку входа. Цели движения в этом случае будут уровень 7231 первый. Затем зона 7758. Куйбышев азот. С апреля этого года бумага торговалась в диапазоне 614. 700. Затем в начале сентября был сильный импульсный выход наверх. И из этого диапазона, да. И теперь мы ждем ретест к промежуточному уровню 656. То есть, как видно, 20-21 сентября мы его уже тестировали. И сейчас цена продолжает к нему медленное такое снижение. Смотрите, стоп здесь получается около 5-6%. Цель движения – это обновление зоны 949. То есть, потенциал движения от точки входа около 40%. Как здесь входить? Можно выставить отложенную заявку на покупку сразу. То есть, это такой агрессивный метод. Но стоит учитывать, что есть вероятность того, что цена может проскочить этот уровень и пойти дальше вниз. Как мы это увидим на Ассолерсе. Либо самый надежный такой вариант – подождать, когда цена подойдет к этому уровню, уйдет в боковик, как я уже говорил ранее. И вот от этого боковика работать. Как пример, как пример вот такой, да, стратегии. Посмотрите график Руснефти. Русгидро после пробоя зоны 0.887 входил в долгосрочный лонг на ретесте. Вот, все вроде бы поначалу ушло хорошо. Опять же, часть позиций по плану сдал. То есть, цель достигли, часть позиций закрыл. Вот, однако, потом произошел такой разворот и выбило по стопу. Досадно, но перспективы у бумаги были хорошие. Грех был не воспользоваться такой ситуацией. Тем более, вход был по стратегии. На данный момент я бы воздержался от каких-либо действий по этой бумаге, так как нет понимания того, куда она двинется дальше. Смотрите, после выхода выше вот этой зоны, да, у нас было закрепление. То есть, все говорило о том, что движение продолжится вверх. У нас был резкий выход из этого боковика, но точно так же резко нас вернули обратно в этот диапазон. То есть, это говорит о том, что, видимо, он еще не отработан и какое-то время здесь поторгуемся. Яндекс. В июне-июле здесь была идея в лонг на ретесте к уровню 2320. Вот, то есть, все по стратегии. У нас была зона 2360. Есть проторговка под ней. Хороший импульсный выход. Есть ретест хороший. Все четко к уровню зашли. Стоп под локальный лой. Цель движения зона 2783 отработали, закрыли, забрали свой профит, вышли из бумаги. Смотрите, после чего бумага продолжила торговаться в этом диапазоне. То есть, мы свою историю забрали и вышли из бумаги с надеждой на повторение точно такого же паттерна под зоной 2783. Пока такого не происходит и нам, соответственно, в бумаге делать нечего. ММК. Такая же грустная история, как в Яндексе, так как торгуемся практически в середине диапазона 48,6, 55 и 9. Вот напомню, что для того, чтобы принять решение о входе в бумагу, то есть, где присоединиться к направленному движению, нам нужна проторговка рядом одной из обозначенных границ. Без разницы, где сверху или снизу. То есть, снизу это для шарта, выход из диапазона, ретест, присоединяемся к движению. Здесь для ланга, выход вверх, присоединяемся к движению. Все. Солерс в обзоре от 9 сентября писал, что после пробоя зоны 1014 уровень для ретеста это 906, и мы вполне можем до него дойти. Здесь самая главная проблема, это где выставить стоп. Так как стоп мы ставим под лаем ближайшей проторговки, то ближайшая проторговка у нас вот она находится, и где у нее лой, а вот эти шпильки. То есть, идея по бумаге была в том, чтобы дождаться реакции на этот уровень, и только потом по нему принимать решение. Почему? Потому что если здесь сразу заходить в сделку, в лонг, допустим, то стоп нужно выставлять за вот этими шпильками. Ну, это никуда, конечно, не годится, поэтому надо было, опять же, повторюсь, дождаться реакции на этот уровень. Реакцию мы увидели, эмоциональное такое дальше движение вниз. Теперь следующий наш уровень, да, на который стоит, опять же, посмотреть, что там будет, как цена на него отреагирует, это 826. Что нам нужно? Это проторговка небольшая, да, остановка. Я уже в какой раз, да, за обзор это говорю. Затем выход наверх, и на ретесте, за стопом под локальный лой, можно будет покупать эту бумагу. Не ранее, то есть, не стоит ловить падающие ножи на вот таких движениях. Кто вам сказал, что мы, допустим, там завтра-послезавтра не продолжим вот такое вот падение? Боковик, это всегда хорошо. Боковик показывает то, что, да, эмоции улеглись, и теперь можно принимать какие-то взвешенные решения. Поэтому, если увидите, что бумага вот так летит вниз, просто добавьте бумажку в избранное и отслеживайте, когда она уйдет в боковик. Спасибо.